В патимуляторе вышло новое обновление с квестами, с помощью которых мы сможем получить новое квестовое яйцо с хьюж питомцем абсолютно бесплатно. Стало интересно, досматрив ролик до конца. Но если вы наберете на этом ролике 500 лайков за 2 часа, то я разыграю для вас хьюж питомца, который у вас на экране. А для участия вам нужно просто подписаться на канал, поставить лайк на это видео и написать любой комментарий с вашим ником от Роблокса. Но если вы наберете 1000 лайков за 2 часа, то я разыграю даже двух хьюж питомцев, которые у вас на экране. Все в ваших руках, желаю удачи и приятнейшего вам просмотра. Если вы хотели купить роблоксы по очень дешевой цене, то вам на сайт rbxcamp. Ведь именно здесь вы сможете оформить покупку буквально за пару кликов, и ваши желанные роблоксы придут на ваш аккаунт в течение указанного времени. А также rbxcamp каждый день проводит розыгрыши на халявные роблоксы у себя в группе ВК и на дискорд сервере. Перед покупкой роблоксов обязательно проверьте, что вы зашли именно на сайт rbx.camp, а не на сайт мошенников. Все полезные ссылочки на rbxcamp я оставлю в закрепленном комментарии. Всем привет, ребята, с вами Каза Цезарь, и добро пожаловать в пэт-симулятор X в роблокс. И сейчас суббота, 19.00 по МСК, и вышло новое обновление в этой игрухе, а именно обновление, связанное с квестами. Крэш, что у нас добавилось? 5 новых хьюж пэтов. 4 хьюж пэта из нового яйца в хьюж машин, и 1 новый питомец из квест эга. Вот краска, новые квесты добавились, квест шоп, квест эг, хьюж машин эг, новое яйцо, вторая теперь, ну, версия, да. Дальше, дэмот майн мастери, дэйкар мастери, фрут бустеры, кстати, теперь фрукты вернулись навсегда. Их понерфили, теперь они не настолько жесткие, поэтому их отставят навсегда. Также бафнули нам алмазы, и, ну, новый фикс багов, и обновок будет через неделю. В общем, ребята, прямо сейчас обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, участвуйте, также в розыгры, включали в досика, сейчас посмотрим, что добавилось в новом обновлении. Если честно, я не вижу смысла вам сейчас показывать в браузере, что вообще добавилось в новой обнове, потому что там, ну, все то же самое, что я вам сейчас вот буквально вот прочитал, да, добавились фрукты, квесты и так далее. Вот, поэтому не вижу смысла. Во-первых, давайте сейчас надену всех пэтов, посмотрим, что у нас по бустану. Например, вот этот радужный был самый сильный, да, он дает нам по одному каждому, да. Ну, если честно, я даже не знаю, может быть, наверное, максимальный х пофиксили, я не знаю. В общем, вот теперь, ага, все, у нас ресетали сервера. Короче, на каждой локации, в подсимуляторе, в каждой области, то есть прямо по всем мирам, стоят доски с квестами. Не знаю, возможно, мы их все-все выполним и все, и квестов больше не будет. Возможно, они будут ресетаться, но, по крайней мере, в девблоге ничего не написано про то, что они могут ресетнуться. Возможно, мы сейчас квесты выполним, получим, получается, хаверборд, новую стойку и новые яйца, да, мы это все получим, и, возможно, там через какое-то время, да, там в каком-то новом обновлении квесты обновят и обновят магазин квестов, вот. Ну, магазин, где мы сможем купить что-либо за вот эти вот, можно сказать, баллы в квесте, да. Потому что вот, что у нас тут есть, видите, за 400 яйцо, 5000 коверборд, 1000 вот эта торговая штучка, 7500 плюс 1 пэт-слот, очень круто, вот это неинтересно, коммингс, ну, кстати, возможно, скоро добавится, получается, можно обменять на гемы, и есть бустпак. Я пока что еще не знаю, во-первых, сколько дают за одну эту звездочку. Давайте посмотрим, кстати, вот надо сломать 100 коинов в таун, да, я нахожусь в тауне, да, да, я нахожусь в тауне. Давайте сломаем сейчас, вот прямо, ну, 100 коинов нужно сломать, да, чтобы выполнить квест. Скорее всего, мне кажется, квесты вряд ли ресетуются, скорее всего, если мы все-все выполним, да, локаций в подсиме очень-очень много, возможно, они еще есть, и в самом хардкоре, может быть, еще можно будет выполнять, не знаю. Вот, но мне кажется, они ресетаться не будут, скорее всего, ресетаются только уже в каком-то новом обновлении, когда у нас, получается, как, ну, обновят, скажем так, призы или же предметы, которые можно будет купить за вот эту вот, за вот эту валюту, которую мы получаем при выполнении каких-либо квестов. Поэтому сейчас я, короче, сломаю эти 100 монеток. Посмотрим, во-первых, сколько я получу за 1 звездочку. И мне вот интересно, на каждой локации за 1 звездочку и за 2, за 3 я буду получать одинаковое количество? Или, может быть, здесь я получу сейчас за 1 звездочку 100 штучек, да? А на другой локации я за 1 звездочку получу 200. Типа, может быть, там как-то, ну, различается степень сложности квестов и награда за них. Так, сколько я сломал уже? Я сломал, а, еще 23 осталось. Хорошо, давайте тогда еще сломаем. Так, 23, 23, 23, 23. Так, ломаем, ломаем, ломаем. Мне очень интересно, сколько я сейчас уже получу данных поинтов, чтобы можно было что-то купить. Так, вот так, вот так, вот так, вот так. Мне кажется, где-то вот по 100 будут давать. По крайней мере, за 1 звезду, мне кажется, 100 будут давать. Смотрите, бамс. И у меня 140 поинтов. Кстати, 140 поинтов. Интересно. Надо сломать 500 честов и открыть 300 яиц. 300 яиц, ну, вполне это быстро, на самом деле. 300 стартер яиц, да? Давайте сейчас я открою, наверное, вот сколько у нас тут. Получается раз, да? Так, только надо поудалять, наверное. Верно, у меня стоит, втуда лень, да? Да, стоит. Поехали. Получается, 2. Дальше 3. Так, ну, тут, на самом деле, долговато придется. Сколько нам придется? 8. Ну, раз 40 так придется нажать, что ли, я не знаю. Так. Даже около 50 раз. В общем, мне лень, если честно. Ну, короче, вот они, квесты, которые можно выполнять. Теперь мы сможем за них получать валюту различную. И сможем покупать что-либо в этом шопе. Ага, кнопка не нажимается, у меня забагалось. Хорошо, давайте попробуем к другому подъехать. О, а здесь точно такое же. Смотрите. А, нет, смотрите. Max Out Upgrade, да? Ну-ка. Скорее всего, за это я получил сколько-то баллов. Возможно, у меня уже просто на некоторых локациях выполнены какие-либо квесты. Потому что тут, например, видите, у меня апгрейды все куплены. И, возможно, именно за это я получил 40 поинтов. Потому что у меня было 140 звездочек. И, возможно, как раз за это я получил какое-то количество. Да. Это, скажем так, суммарно было. Дальше. Дальше, дальше. Давайте сейчас посмотрим мастри. Мастри, мастри, мастри. Смотрите. Новый мастри. Во-первых, вот эта штучка. Daycar мастри. 15 уровень. Мы получаем на 10% больше коинов. 35 уровень. На 25% у нас больше будет количество бустеров. Возможно, которые мы сможем получить. 50 уровень. 35% коинов. И 75% это 50% more diamonds. И на 99 уровне у нас будет улучшаться шанс на huge pet. В diamond money получается на 25% больше дропа diamond. Потом 50%, еще 50%, потом 200% и 100%. Ну, в общем, мы сможем больше фармить. Можем сразу же что-то накинуть сейчас питомцев, да, например. Чтобы у меня уровень потихоньку улучшался. Кстати, интересно, как быстро будет улучшаться уровень. Неинтересно. О, вот, как раз-таки новое яйцо. Смотрите, в Daycar оно есть, да. В Daycar. Stop Daycar. И Huge Machine, да. Daycar. А, да, все верно. Получается, добавилось новое яйцо. А, да. Точно, я забыл же. Huge Machine. Да, яйцо, которое возможно выбить, получается, в Huge Trone. Яйцо, которое можно выбить там. Поставив туда эксклюзивные питомцы. И здесь, как раз-таки, тоже есть шанс его получить, как и с первым яйцом так было. Получается, вот он, это яичко. А второе яйцо, это где мы можем выбить M10 прототипа. В общем, вот это яйцо. Кракен 1%, M50, M39 и 10%. Ну, самый крутой, наверное, Кракен, естественно. Довольно-таки прикольненький. Я бы хотел его получить. Так, давайте закинем 10 пэтов и посмотрим, заапгрейдился ли у меня мастри. Мастри нет. Не заапгрейдился. Скорее всего, мне нужно будет забрать питомцев. И тогда я смогу заапгрейдить уровень. Погнали сюда, посмотрим, насколько больше теперь я буду фармить данных коинов. Так, у меня есть Mystic Mine, да? Нет, давайте куда-нибудь, я не знаю, отправимся, например, сюда. Да, здесь я буду побыстрее ломать. Насколько больше я теперь буду фармить этого. Вот так вот, раз. О, кстати, стоп. Сразу же 20 тысяч. 8 тысяч, да, получается. Смотрите-ка. 8 тысяч. По-моему, реально увеличился фарм. Потому что до этого... Да, посмотрите, посмотрите. Вот, теперь вообще лизи. Смотрите, 50 тысяч. Да, теперь фарм явно увеличился. Плюс, если я еще прокачаю мастери на 100, то вряд ли, конечно, я буду фармить прям очень и очень много, да. Например, там, может быть, тех же самых, там, я не знаю, миллиарды в минуту, да. Но, по крайней мере, фарм явно увеличился. Потому что, мне кажется, я вот с этих штучек получал где-то по 1000 гемазов. И 600, по 10, по 20 тысяч вообще спокойно получаю. Ну-ка, сундучка. Сундук. Сундук через 4 минуты заспаунится. Хорошо. Так, допустим, давайте Diamond Mine. Смотрите, Mystic Mine, да. Сколько я буду получать здесь? Вот, например, подарочек, да, сразу же 3х. Просто сколько я с него могу сейчас зафармить? Мне вот очень-очень интересно. До этого, по-моему, вообще был какой-то баг, что я фармил с него где-то... Там чуть ли там не 1000 гемазов. Вот, смотрите, 45 тысяч. Еще 45 тысяч. Уже 90. Так, 90 тысяч. Сейчас еще раз будет, смотрите. Уже где-то суммарно я нафармил, наверное, 1300 уже гемазов нафармил. 350 тысяч. Получается 400 тысяч. Да, фарм увеличился. Явно увеличился. Вот уже сколько? 450 тысяч. Уже... Вот, наверное, уже около 600 тысяч. То, что у нас еще такой как был баф. Но это 3х, естественно. Вот, 700 тысяч. Ну, в общем, в общем, фарм увеличился. Да, теперь понерфили. Потому что, реально, вот эта обнова с фармом гемов была полная лажа, полная фигня. Вот, кстати, еще плюс 48 тысяч. Короче, где-то я, наверное, получил с одного этого подарочка, с x3, да? Я получил около полутора миллиона. Теперь, мне кажется, если это все фармить, то фарм явно увеличился. И есть какая-то выгода фармить это. Если раньше прям вообще смысла никакого не было, потому что, ну, реально была полная фигня. То сейчас реально фарм забафнули. И теперь есть смысл фармить. Потому что, реально, теперь, ну, довольно-таки много дается. Поэтому я попробую зафармить. Может быть, я даже проверю, сколько будет 20 гемасиков. Может быть, сниму ролик про то, сколько теперь можно зафармить гемов с помощью этой штучки. В общем, все, ребята. Обязательно подписывайтесь на канал, кстати, в лайкосике. Пишите комментарии, как вам новое обновление. Довольно-таки прикольно, конечно, обновление. Тем более, то, что вернули фрукты, это очень-очень классно. Тем более, там, по-моему, еще есть буст на гемасы. Если мы там еще, возможно, очень много фруктов нафармим для буст на гемасы, то мы прям вообще сможем, может быть, прям очень жестко фармить. В общем, все. Субтитры сделал DimaTorzok